здравствуйте и наконец-то у нас снова маленький модный показ но сегодня это будут не растения сегодня вы услышите про ну то что я очень давно вам рассказывала но вы все это мимо ушей себе так и пропустили речь пойдет о удивительном растении которая способна избавить нас на наших садовых участках от множества вредителей девочки мальчики внимание не болезней вредителей но если у нас будет минимальное количество вредителей тогда и болезней будет гораздо меньше вы же это понимаете что все паразитирующие насекомые они на своих лапах переносят до болезни с растения на растение если таковое имеется а таковое имеется у каждого на участке найдется десятка полтора два то и более заболеваний все вызванных вирусами там и прочими бактериями речь не об этом речь о том что прекрасное растение ромашка долмацкая вы уже слышали о таких ромашках ромашка долмацкая ромашка персидская ромашка кавказская это одно и то же мы привыкли когда на пачках написано не ромашка долмацкая а ромашка перетрум перетрум это ромашка персидская и знаете я вам рассказывала что если взять и высушить верхнюю часть этой ромашки, а она может быть розовая, темно-вишневая, она правда очень красивое декоративное растение, но ее соль вот и в белой долматской, и в кавказской белой заключается в том, что в ней находится вещество перетрум. Перетрим оно настолько уникальное, что знаете, не принося вреда человеку, животным, детям, то есть всему, что нужно беречь, наносит вред огромный и убивает насекомых, причем некоторых из них просто мгновенно. Я расскажу, каких, я расскажу, почему это происходит, и как это вообще работает. Так вот, порошок, то есть высушенная часть верхняя этой ромашки, если вы повесите пучочек, ну, сделаете там ведерко какой-нибудь, там тазик, поставите недалеко от того места, где вы будете отдыхать летом, за столом, около шашлычницы, да, то, поверьте, слегка тлеющий пучок этой ромашки, только обязательно помните, что это должно быть металлическое что-нибудь там, маленькое ведро или какая-то миска, вот этот дым от этой ромашки, он настолько благотворно действует на нас и настолько плохо на комаров, что там ни одного комара не будет вокруг вашего места отдыха. И не будет, например, ни одного долгоносика, если вы это сделаете и поставите между рядами грядки с земляникой садовой крупноплодной и мелкоплодной и клубникой. Представляете себе, что это за вещество? И если у вас, например, в теплице, наконец-то я получила эту возможность, наконец-то я получила все, что могу показать, если у вас в теплице белая крылка и бахчевая тля, которая просто на ваших глазах поедает ваши все огуречные посадки, то именно вот этот вот видите, да, препарат как упакован это порошок ромашки перетрум это спреи и это сам порошок аэрозолик а еще есть ловчие пояса вот поверьте мне, что как-то мы забыли про то, что растительного происхождения это всегда работало в Советском Союзе всегда работало вот сейчас мы покупаем такие спиральки специальные, да, которые зажигаем и сидим себе на верандочке на даче и нас никто не кусает а знаете, что в составе этой спирали? да, догадываетесь? конечно именно порошок ромашки перетрум именно он при сгорании выделяет вещества которые отпугивают этих товарищей они даже не подлетают вот чем хороши все эти препараты да тем, что они имеют в составе яд, который на нас не действует никак и даже если вдруг там опудренная собака от клещей там и от вшей каких-то там чесоточных барашек какой-нибудь там, не знаю попугайчик если даже он частично съест вот этот порошок единственное что с ним произойдет и с этой собачкой гельминтов не будет глистов у них не будет то есть и в этом случае тоже вы получите пользу вот я с таким удовольствием рассказываю про вот это вот это растение потому что я уже вам рассказывала ну правда никто даже не переспросил меня а где это взять а как это сделать наконец-то наша промышленность ну не наконец-то конечно с 94-го года она слава богу заработала и все вот это производится по гостам порошок вот этой ромашки он упакован такие пачки специальные бумажные дышащие заметьте он производится российской фирмой ромашка выращивается на Кубани и на Северном Кавказе и ее там больше чем достаточно обрабатывается совершенно профессионально пакуется и к нашему удовольствию вот этот порошок из него можно сделать и настой отсыдить и опрыскивать растения можно распылять или грушей или специальными распылителями они все в садовых магазинах есть мы просто их не видим это вот правда это настолько хорошо вы себе слабо представляете значит пока еще только общий обзор вот здесь на столе стоят растения как вы думаете что они здесь забыли раз я говорю о ромашке перетрум а ее вот таких вот производных о спреях аэрозолях и порошке конечно первое что приходит да на ум всем кто вообще страдает из-за растений когда они заболевают или кто-то ест это конечно вредитель которых ест кого ест перец ой то есть кто ест перец да конечно клещ а землянику прозрачный клещ а домашний цветок паутинный клещ а розу паутинный клещ так вот клещи если они попробуют вот этого порошочка даже хоть чуть-чуть то яд нервно-паралитического действия все они уже не жильцы знаете в чем прелесть вот этой продукции что распадается она очень и очень быстро если вы двое суток закрытой подержите теплицу ну да с проблемой которая возникла либо это бахчевая либо это белокрылка да не важно паутинный клещ то поверьте мне что через двое суток все полностью распадется и если вы хоть как-то там переживаете что все-таки яд же но на вас он правда никак не действует то вы можете совершенно спокойно через двое суток есть все огурцы и ничего с вами не произойдет клопы тараканы тля белокрылка листовертки внимание двухвостки вы себе даже представить не можете уж клопы тараканы понятно единственное что я хочу сказать что муравьи мушки это все загибнет однозначно вы должны понимать сколько грамм на один квадратный метр надо распылить есть совершенная норма вот здесь информационная часть достаточно большая и здесь все написано это все не уничтожает сразу яйца например белокрылки например там той же моли но подождав 7 дней вы делаете еще раз подождав еще 7 дней и еще раз вот тогда вы точно попадете в тот момент когда окуклятся из яиц вылупятся детки разумеется всех вредителей это очень важно важно применять вот это для гостиниц вообще находка для пищеблоков ресторанов это тоже находка потому что хранилище где находятся пищевые продукты да и дома в шкафу вы не можете обработать дихлофосом карбофосом это же вонища такая что все выкинуть надо это все абсолютно не имеет такого удручающего запаха пахнет просто растительным порошком и все это через 2-3 суток вы можете это вымыть если это пищевой шкаф все это обработанное будет прекрасно обработанное постельное белье и дома и в гостиницах от клопов и тараканов работает правда мгновенно жалко что клопов я не наловила с тараканами но я непременно на даче покажу вам как он работает от муравьев порошок идеально просто работает и не надо бояться что вы этой ягодой отравите себя либо своих деток поэтому уничтожая каких-то вредителей все-таки понимайте что пищевые цепочки нарушать нельзя до нуля доводить нельзя какое-то количество их должно жить в природе и да они несут свою функцию мы свою поэтому это помнить нужно обязательно значит что можно еще делать вот порошком его можно сделать отвар из него это все очень просто и здесь полная рекомендация можно обработать клетку животного можно обработать подстилочки животных можно обработать кровати диваны мебель подушки то что нельзя постирать обработать и завязать полиценовый пакет на 2-3 суток то есть обработка а вы знаете как в войну как использовали вот порошок этой ромашки детей например да запускали после детей без призорников те которые оставались без родителей им обязательно головы порошком вот всю перетрусят и только тогда запускают в спальне зачем да потому что от шеи это тоже помогало не знаю как хорошо а овечки тогда овец я вам рассказывала страдают от чесоточного клеща это для них погибель просто тот кто разводит стадо он прекрасно знает это что делали да делали ров насыпали порошок либо овцы шли и эта пыль вот так копытами взбивалась и осаживалась на них же и вы знаете когда они выходили с них эти клещи валились просто либо заливали ров водой насыпали порошок и размешивая его прогоняли этих овец и это был эффект еще более даже лучше нежели вот в сухом виде поэтому ну вы же мне верите я же так долго вам рассказываю про все полезные вещества поэтому я надеюсь что и на сей раз вы мне поверите мы с вами вторую программу обязательно сделаем такой вот знаете прям показательный чтобы вы понимали как это одеть ловчий пояс да как обработать порошком от муравьев как обработать от белокрылки от клещей от клещей которые нас едят принося нам болезни энцефалит и лайму если 2-3 раза обработать свой участок таким порошком да никаких клещей не будет знаете как очень интересно написано в рекомендации вот к этому порошку если вы приехали например ну заехали в гостиницу да и привезли из дома клопов нет нет там клопов нет в гостинице вы привезли в чемодане а ваши клопы из чемодана не вылезут запах перетрума их заставит остаться на месте вот вы с ними приехали вот вы с ними и уедете вот на этом я хочу закончить всего вам доброго и до свидания и я считаю что это средство нам вот так вот крайне необходимо пока субтитры сделал DimaTorzok субтитры сделал DimaTorzok субтитры сделал DimaTorzok